Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Ализаца Киева. Итак, сегодня президент страны Нурсултан Азарбаев обратился с ежегодным посланием к народу. В своей речи глава государства остановился на самых актуальных темах, включая преодоление мирового экономического кризиса, борьбу с безработицей, повышение заработной платы и стипендий, а также коснулся одного из самых обсуждаемых вопросов по инциденту с российским Су-24, сбитым турецкими ВВС на сирийской территории. Президент Нурсултан Азарбаев призвал Российскую Федерацию и Турцию создать по этому факту комиссию и после решения всех вопросов восстановить отношения. Более подробнее об обращении расскажет Наталья Салькова. Сегодня Казахстан до июля становится полноправным членом ВТО, сказал президент, выступая с посланием народу Казахстана. Но одной из главных тем выступления стало преодоление мирового экономического кризиса. Как отметил глава государства, со следующего года международные институты развития прогнозируют ускорение роста казахстанской экономики. Что касается нынешнего мирового кризиса, то он не был неожиданным, и Казахстан принял соответствующую антикризисную программу, как упреждающую меру. Нам необходимо восстановить такие темпы роста экономики, которые обеспечат вхождение Казахстана в 30-ку наиболее развитых стран мира. Наверное, кто-то подумает, в такое трудное время он опять ставит эту задачу. Вы же знаете, у меня привычка, всегда трудное время ставят важные большие задачи, и мы всегда с этим справлялись. Мы должны найти новые внутренние источники роста через раскрытие частной инициативы. Новая антикризисная стратегия Казахстана будет опираться на три понятия – рост, реформа и развитие, заявил глава государства. Президент отметил, что в первую очередь речь идет об экономическом росте. По его словам, курс тенге больше не будет поддерживаться за счет средств национального фонда. А Национальный банк должен снизить уровень потребительских цен в среднесрочной перспективе до 4%, поручил президент республики. Тем более, что у Казахстана есть внутренние резервы для обеспечения роста экономики. Надо устранить имеющиеся у Национального банка институциональные дефекты. Из-под его контроля надо вывести Единый пенсионный фонд, фонд проблемных кредитов и другие финансовые институты, и надо банку заниматься своим делом. Четвертое. В 2016 году пенсионные активы должны быть переданы под управление частных казахстанских или иностранных компаний. Поручаю правительству провести полную ревизию всех бюджетных программ. В условиях кризиса важен каждый тенге, сказал президент. Нурсултан Назарбаев поручил усилить антимонопольную деятельность в Казахстане, а также разработать новую карту занятости. С 2017 года профессионально-техническое образование станет бесплатным, заявил глава государства. А со следующего года зарплаты, соцспособия и стипендии будут увеличены на 30%. В будущем году будет обеспечено 25% повышение размеров социальных пособий по инвалидности, утере кормильцы, а также стипендии. В 2016 году повышена будет зарплата государственным служащим корпуса Б на 30%. А пенсии в Казахстане будут индексироваться с 1 января следующего года с опережением инфляции на 2%, сообщил глава государства Нурсултан Назарбаев. Он также поручил правительству разработать новую социальную политику. Роль государства в социальной сфере должна быть ограничена поддержкой только социально уязвимых граждан, сказал президент. Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с Акимами областей, городов, Астаны, Алматы отметил, что в озвученном сегодняшнем решении перед Акимами поставлены конкретные задачи. Глава государства подчеркнул, что несмотря на трудности в текущем году ожидаемый рост региональных экономик составляет не менее 2%. Следует в каждой области использовать имеющиеся резервы, задействовать простаивающие предприятия, увеличить объем их продаж, сказал глава государства. Президент также поручил активно использовать механизмы государственно-частного партнерства в строительстве автомобильных дорог, социальных объектов. Но и при этом он отметил, что объем привлеченных частных инвестиций и число созданных рабочих мест будут одними из критериев оценки работы Акимов. Кроме того, президент подчеркнул, что предстоящее 25-летие независимости страны следует отметить без лишних бюджетных расходов. Президент Нурсултан Азарбаев призвал Россию и Турцию создать комиссию по инциденту с российским бомбардировщиком Су-24 и после решения всех вопросов восстановить отношения. Цитирую. Президент Казахстана выразил сожаление о случившемся, а также о заботе. Ухудшением российско-турецких отношений глава государства подчеркнул, что данные связи выстраивались на протяжении долгих лет и сегодня сторонам необходимо проявить ответственность для их сохранения. В свою очередь, Эрдоган подтвердил готовность встретиться с президентом России в самое ближайшее время. Сейчас реклама, после мы продолжим рассказывать о событиях городских. Не переключайтесь. В эфире выпуск новостей продолжим. На этой неделе по сообщениям специалистов оксюбинского филиала Казгидромет ожидается приход мощного циклона с европейской части России. Это приведет к изменениям погодных условий. Завтрашний день ожидается без осадков. Температура в ночные часы 5-10 мороза. Днем 2 мороза, 3 тепла. Затем со 2 числа прогноз на эти дни осадки, туман, гололед. Температурный фон повысится. Опять сюда ближе к нулю будет. 3 мороза, 2 тепла. Местами 5 мороза это ночные температуры. А 1 мороза, 4 тепла. Это температура на день. Ветер будет в юго-восточном направлении с переходом на северо-восточный 9-14 метров в секунду. А 3 декабря усиление в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. У оксюбинских водителей есть большие проблемы с парковкой. Буквально на каждом участке есть нарушители правил дорожного движения. Проблема усугубилась тем, что в этом году отдел ЖКХ по рекомендации дорожных полицейских рьяно взялся за установку новых дорожных знаков. Почему, выясняла наша съемочная группа. Как вы относитесь к новым запретам относительно парковок? Как я водитель и как все водители, это вообще-то, знаете, они нас зажали, как говорится, в тиски. Это неправильно. Куда ни пасаешь, где штрафуют. Это штраф, получается, 20 тысяч. То есть это весь МРП, да? У каждого второго штрафуют. Это правильно, как вы думаете сами? Кому это можно обратить, чтобы, допустим, уграли вот эти знаки, которые вот здесь, тут стояли машины, теперь стоят знаки. Допустим, во дворах идет бардак машины. Пугаются люди, соседи, что стоят машину. А как быть тут? На чем вести, кажется? Да, беспокоит, конечно. Иногда бывает, да, неудобство. Что неудобно? Ну, когда нет парковок, а знаки стоят, что парковаться нельзя. И что вы думаете, что нужно делать? Ну, не знаю, расширять, наверное, побольше кармашков делать, чтобы машину парковать. Побольше таких островков. Ну, и стоянок, конечно, во дворах, потому что ставить-то негде, а транспорта много. Кроме как ловушкой для водителей, ныне Октябинские улицы никак больше не назовешь. Новых запрещающих парковку и остановку знаков в разных частях города с начала года установили порядка 600. Каждый знак казни обходится примерно в 25 тысяч тенге. Итак, если водитель припарковался не там, где положено, его ждет штраф за нарушение – 9910 тенге. Вся эта работа, как говорят люди, в погонах делается только для повышения безопасности и увеличения пропускной способности улиц. После запрета парковать автомобили вдоль дорог, железных коней теперь можно увидеть прямо во дворах жилых домов. Мест на платных парковках, если водитель вдруг надумал ехать, к примеру, на тот же центральный рынок, не хватает. А это уже проспект Абулхайрхана. Возле одного из супермаркетов имеется небольшой парковочный карман. Правда, сразу после запрещающего знака. Казалось бы, наличие знака уже запрещает парковку до первого перекрестка. Но в отделе дорожной полиции поспешили успокоить. Мол, никакой западней для автомобилистов здесь не имеется. Если имеются парковочные карманы, парковочные места, значит, остановочные карманы для легковых транспортных средств, то можно. А раз этот знак не действует до первого перекрестка? Дорожный знак действует до первого перекрестка вдоль дороги, только на проезжую часть действия. При этом в УВД города поясняют, что уже давно отправили предложение в Экимат для создания парковок в старой части города. Но что касается главных проспектов, где теперь понапичкано сотни различных знаков, парковки для клиентов, магазинов или офисов, должны организовывать сами бизнесмены. Но, правда, предварительно нужно взять разрешение в отделе ЖКХ и согласовать его с дорожной полицией. Лиза Цакива, Жаслан Жубаев, Сергей Калашников, программа «Факт». В течение нескольких дней в Актюбинской области проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Оно стартовало 25 ноября и завершилось в конце прошедшей недели 27 ноября. В течение УПМ было установлено местонахождение более 30 актюбинских должников. По словам сотрудников полиции, цель этого мероприятия – предпринять практические действия в отношении граждан, злостно уклоняющихся от уплаты штрафов за административные правонарушения. В целях максимального снижения количества неустановленных должников и неплательщиков алиментов на территорию области было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» в период с 25 по 27 ноября. В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия было установлено 31 разыскиваемых лиц, в том числе 28 должников и 3 неплательщика алиментов. В настоящее время по области остаются неустановлены 112 должников. По словам полицейских, основное внимание в ходе проведения ОПМ «Должник» было направлено не только на граждан, имеющих штраф из-за нарушения правил дорожного движения и неуплату алиментов. Попасть в административную статью можно и при появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и за мелкое хулиганство. Сюда же относятся такие популярные правонарушения по забывчивости, как нарушение сроков регистрации охотничьего ружья. На сегодняшний день на территории города ОТЮБе с начала 2015 года произошло 307 пожаров. Из них количество пожаров в жилом секторе составляет наибольшую часть – 197 пожаров. В этом году произошло 8 несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом. Причиной явилась неправильная эксплуатация печного отопления, нарушение правил пожарной безопасности. При этом 21 человек пострадал. Прокуроры области читались о проделанной работе в текущем году. Сегодня по этому поводу состоялся брифинг для представителей СМИ. На встрече было отмечено, что в данное время надзорные органы осуществляют свою деятельность в полном соответствии с принятыми изменениями в Уголовно-Уголовно-процессуальном кодексах. Введение нового кодекса положительно сказалось на снижение фактов укрытия уголовных правонарушений от учета. Если в прошлом году прокурорами выявлено более 100 укрытых от учета уголовных правонарушений, то в текущем году выявлено всего 13. Основная масса укрытых правонарушений в прошлом году допускалась за счет вынесения по сравнению об отказе в возбуждении уголовных дел, а в текущем году этот институт исключен. Речь идет о номенклатурных делах, которые не были выведены в рамки отдельного производства и коснулись лишь мелких правонарушений. Во всех 13 случаях материалы были переданы в департамент по делам госслужбы на предмет допущения следственными органами коррупционных нарушений. Положительная динамика наблюдается также в отношении сроков рассмотрения дел. Благодаря введению института процессуальных прокуроров улучшилось качество предварительного следствия. В первую очередь по особо тяжким преступлениям. В настоящее время 84 уголовных дела рассматриваются под надзором процессуальных прокуроров. Студенты Октябрьского регионального государственного университета сегодня в прямом эфире слушали послания президента Нурсултана Назарбаева народу страны. Президент высказался о многих проблемах, которые существуют в стране и в мире. Студентов же особенно заинтересовали некоторые из них. Собираться в больших залах, чтобы послушать ежегодное послание президента, стало уже доброй традицией для студентов университета имени Жубанова. Учащиеся стремятся быть в курсе всего, что происходит в стране и в мире, и, конечно же, хотят знать, чего ожидать в будущем. Мы собрали сегодня студентов по их инициативе, потому что ежегодно это вошло в традицию, что студенты собираются в большом зале и смотрят в прямом трансляции послания президента, за исключением прошлого года, потому что в прошлом году не было прямой трансляции. Сейчас вот уже начинается, вы видите и слышите по аплодисментам, что студенты этого долго ждали. И, в принципе, это мероприятие посвящается не только собрать людей, а понять и объяснить им суть самого мероприятия, суть самого послания, потому что это является основным документом на наш следующий год. Собравшихся особенно заинтересовали вопросы, касаемые экономической ситуации в стране. Президент отметил, что принятая Казахстаном антикризисная программа в будущем ускорит рост казахстанской экономики. Также студенты всерьез обеспокоены неспокойной ситуацией в мире, а именно деяниями террористов, которые нападают на жителей мирных стран. Мы ежегодно ждем послания нашего главы государства Анастана Абельщевича. Очень хотелось бы, чтобы этот кризис не повлиял на Казахстан, чтобы эти же, которые сейчас в мире происходят терроризмы, чтобы это тоже не касалось нашей страны. Студентов послание президента приободрило. Многие уверены, что в будущем, став специалистами, они смогут внести свой вклад в развитие и процветание нашей страны. Айшат Убрагимова, Алимжан Молдобеков, программа «Факт». На сегодня это все новости. Завтра в 7 вечера выйдет в эфир праздничный выпуск программы «Факт», посвященный Дню первого президента страны. Спасибо за внимание. Хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова